Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня. Лето, тепло, июнь, благодать. Вот сейчас я пошла, пойду в огород сорвать себе на салат зелень, огурцы, помидоры и покажу вам, что у меня в Сибирском регионе к этому времени, на конец июня, поспело. И что мы уже кушаем. Поэтому ролик будет коротенький, но это чисто похвалиться, что у нас уже есть помидорки, у нас уже есть огурцы, у нас уже есть вся зелень, и мы уже полностью можем как витаминную продукцию употреблять. Конечно же, в конце июня мы имеем огурцы. Огурцы имеем уже с конца мая, я показывала, как я рвала в конце мая. Огурцы уже хорошие, в таком, ну в достаточном количестве, чтобы можно было рвать их на салаты. Я вот сейчас сорву штуки 3-4. На сегодня достаточно. Завтра приду, подрастут уже вот эти вот молоденькие. Вот этот зазуля, многие спрашивали, что у вас за сорт. Это зазуля, он огурцы выдает мне, конвейер работает хорошо, огурцы выдает постоянно. Вот сегодня еще вот эта молоть, завтра придешь и уже огурчики. Ну, конечно, за это он просит, чтобы его поливали регулярно, несколько раз подкармливали. Я вот уже делала сывороткой опрыскивание, золой подкармливала, один раз подкармливала черным под вид, как гуми. Огурцы не нужно бояться, что перекормите их, они подкормочки любят. Так, огурцы, значит, берем. К огурцам сейчас сорву одну перчину. Сегодня в комментариях прочитала, зрительница спрашивает, те перцы и помидоры, которые вы сели в январе, собираете ли вы их? Ну, конечно, сорвать я его могу, перчины есть, но я не люблю неспелый перец. И вы понимаете, что в июне не может быть биологически спелого перца, то есть он не красный еще. Я не люблю такой. Я буду ждать, когда он покраснеет. Но одну перчинку на салат я могу сорвать, вообще не люблю нестрелый, но есть. Томатики спелые у нас в это время тоже есть. Но, конечно, ни о каких крупноплодных еще даже речи быть не может. Созревает мелочевочка, но на салат она пойдет. Берем помидорки тоже. Конечно, на салат можно было бы пощипать и зеленого лука, но я люблю именно в салате лук, который вот такой вот молочный, вот эти головки, которые такие сочные, сладковатые. Так что пожертвую одной луковицей зимней, которой на головку у меня. И вырву июнь. Ну и, конечно же, в конце июня, кроме вот этих огурчиков, лука, перца, помидорок, в огромном количестве в огороде зелень. И салаты, и укропы, все это я употребляю. Салат уже вот, этот посев, он уже староватый. Выбираю вот самые молоденькие листики. Нужно сеять вторую партию, потому что он уже немного перерос. Листики могут быть грубые и горчить. Все, сейчас из всех этих даров природы буду делать себе салат. Ну вот, 5 минут и салатик готов. Вот этот легкий летний салат, я никогда не делаю сложно, просто все порубить, построгать. На листья салата укладываю не для красоты, а я вместе с салатом сверху еще присыпаю укропом. Это всегда. За петрушкой забыла сходить, про петрушку упустила, петрушка тоже есть. Вот так вот посыпаю, посыпаю прям обильно. И если уже перед самым-самым употреблением, заправляю сметаной. Вот это та самая сметанка из кефира, которую я делала позавчера. Смотрите, какая она хорошая, густая, так и хочется сказать, жирненькая. Но она совершенно не жирная, она обезжиренная. Но вкус такой же сливочный, как я люблю. С растительным маслом я не очень понимаю салаты, мне нравится, чтобы был вот такой вот вкус именно сливочный. Все. Вот если отвечать на вопрос, что мы имеем в июне, имеем все. И еще минутку вашего внимания. Совсем забыла про такие растения, как щавель и ревень. Еще в июне что мы имеем? Мы два раза уже варили варенье из ревеня. Потому что ревень, это наш сибирский лимон, очень полезный, очень вкусный. Варим, конечно, не на зиму, у нас всего один его корень. А так, для непосредственного употребления. И печем пирожки. Два раза пекла пирожки с щавелем. Очень люблю пирожки с щавелем. Еще также пекла пирожки лук зеленый с яйцом. Зелень тоже лук зеленый весь июнь, Дим. И садила, специально высаживала на перо. И отщипывала батун. Все, короче, в июне еще вот эта зелень витаминная. Зеленый лук, щавель и ревень. Тоже постоянно пользуемся. Советую всем высадить у себя щавель посеять, у кого нет, и посадить ревень. Это великолепные растения, очень и очень оздоравливают. Организм поднимает наш иммунитет. Вот теперь точно все.